Пакеты помощи от партнёров продолжают поступать в Украину. В Белом доме заявили о приоритете в предоставлении ВСУ ракет для Патриот и НАСАМС, отсрочив доставку заказов в другие страны. По словам Джона Кирби, этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев. Соединённые Штаты имеют мощную программу продаж военной продукции за рубеж, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны. Мы собираемся изменить приоритеты экспортных поставок, чтобы ракеты, которые сейчас сходят с конвейера, были предоставлены Украине. Это гарантирует, что мы сможем обеспечить Украину ракетами, необходимыми для поддержания её запасов в ключевой момент войны. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Германия предоставила ещё одну крупную партию оружия, включающую в том числе системы ПВО, танки и бронемашины. Последнюю партию помощи для Украины входит и система Айристи. Теперь у ВСУ их уже шесть. Также системы противовоздушной обороны Украине передаст и Румыния. Об этом говорится в заявлении администрации румынского президента. Бухарест заказал у США семь батарей ПВО в модификациях ПАК-2 и ПАК-3. Получены четыре из них, развернуты две. В сообщении не уточняется, будет ли передана Киеву уже развернутая система ПВО. Эта передача обусловлена продолжением переговоров нашей страны с союзниками, в частности с американским стратегическим партнёром, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы, которая удовлетворит потребность в обеспечении защиты национального воздушного пространства. Из сообщения на сайте администрации президента Румынии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина имеет лишь около четверти необходимого количества ПВО, чтобы защитить от разрушений энергетическую инфраструктуру страны. Но несмотря на это украинские военные находят нестандартные возможности. Их опыт уже перенимают союзники. В особенности учитывают важность многослойной противовоздушной обороны и эффективной интеграции различных систем ПВО на поле боя. Те решения, которые ищут наши силы обороны, они уникальны. И они создаются на основании того, что есть тактико-технические характеристики того вооружения, которое мы используем, и есть тактико-технические характеристики, которые используются на пределе. То есть мы говорим о том, что о надвозможностях использования, допустим, средств тех же самых противовоздушной обороны, против таких весомых ракет, как «Циркон», «Кинжал». То есть практически на практике же не было такого случая, чтобы отрабатывали уничтожение данных ракет. В 2025 году начнутся поставки снарядов в Украину одного из крупнейших немецких оборонных концернов. Предприятие получило самый большой заказ в истории на 8,5 миллиардов евро на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Кроме Украины, среди получателей – Нидерланды, Эстония и Дания. Также Дания предоставляет Украине 19-й пакет помощи. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Таким образом, пакет помощи является сочетанием программы для финансирования значительных средств через украинскую оборонную промышленность, дополнительное оборудование в поддержку предоставленных Дании истребителей F-16 и поставок из собственных запасов датского оборонного ведомства. Из сообщения Пресс-службы Министерства обороны Дании. Соединенные Штаты заявили, что Украина может применять их оружие для ударов по российским силам, которые обстреливают украинские города в любой точке на границе с Россией, а не только на российской территории вблизи Харьковской области. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, добавил, что Украина может также стрелять по российским самолетам, летящим в воздушном пространстве России, если они собираются открыть огонь по территории Украины. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.